Всем привет, с вами Макс Павлович и у нас знакомство с новым жителем в моем доме, в моей лаборатории. Кроме кошек у меня теперь мышь или даже крыса мелкая. Я не знаю откуда такая порода и вообще не разбираюсь абсолютно. Но прикольное создание. В общем оно предназначалось как корм для питона у сестренки. Можете посмотреть это видео, кстати есть ссылка под него внизу. Там этот маленький питон уже растет и он кормится вот такими вот покупными мышами или крысками. А вот это вот почему-то он никак ее не хотел есть и в итоге она выросла уже и сейчас растет еще больше. Ну что делать, если судьба у нее другая, значит пускай живет как домашний житель будет. Правда я не знаю сколько она долго проживет по помощи вот этих вот блоховозов пушистых, но она интересная. По крайней мере ручная полностью и не агрессивная. Сейчас попробуем ее подозвать как-нибудь. Она иногда идет на руки. Естественно это зоомагазина, то есть это подготовленная еда, она уже проверенная. И соответственно эта мышь или крыска, она не опасна. В отличие от тех, которые бегают по подвалам. Поэтому будьте аккуратны. Подвальных не берите. Блин, она может цапнуть, если что-то ей не понравится. А я знаю как они кусаются. Меня однажды в детстве укусил суслик. Я серьезно говорю, был суслик и он меня цапнул. Это было очень больно и он прокусил до мяса палец. Вот такое вот создание, очень зепкое, с огромным хвостом. То есть таким вот хвостом длинным. Не особо агрессивная. Вот его можно в руках таскать. Чем-то напоминает котенка, только очень мелкого. Только гораздо умнее. Вот собственно кот, что будет с ней делать. Он пока еще мелкий. Даже сам ни разу не ловил их, но... Кто знает, может у него инстинкт появится опять. И он как свои предки поймает ее. Я конечно не буду коскармливать им. Капец, у него сердце двигается. Ты как-то осторожней. Я же чувствую через это. Смотри, он пьет с его этого стакана. Это ее вода. Ну покажи на камеру. Вот такая вот она будет. То есть... Ой. Это еще не видно масштаб, но он скорее всего какой-то козенок будет. Чуть меньше. Огромная крыса. Не. Такие дела. Так что ничего страшного в этих созданиях нету. Как бы она себя поведет дальше. Но посмотрим. Будем держать вас в курсе. В качестве пока норки будет ее прозрачная банка. Она вообще не хочет туда залезать. Дерутся, кому она достанется, наверно. 2 кота. Немножко кити кота дал. И семечки с хлебом. Ну и сам главный вода. вот так вот происходит кормление крыски он их обожает семьи жареные причем интересно она есть семечку она ее полностью убирает кожуру и только зернышко есть то есть у не какие-то мозги есть не есть все подряд прошла уже неделя живет она пока вот в этом импровизированном аквариуме в кавычках с дырками обязательно чтобы она не задохнулась скоро пойду клетку нормальную возьму но в принципе нормально прижилась очень любит все подряд есть она просто вот без ума голодная постоянно вообще видите ничего делает просто из рук выхватывает потом перепрятывать куда-то себе мне там свое место есть где она ночует есть она вообще вот просто как не то что от пуза даже вот уже у нее сухаря на еще у вас прячет как хомяк то есть про запас все про запас лужит хитрая очень воду пьет она переворачивала воду постоянно поэтому пришлось его при конопатии с помощью двухстороннего скотча грузику из магнита вот кошаки и и донимают иногда здесь пытаются лапой но она уже пару раз цапнула кошку она перестала туда лапу ссувать когда у нее настроение нет она может немного прикусить такую морду лучше не подставлять она еще когда вырастет наверно будет вообще атас ладно заводить свои желатин подобных если хотите все у вас были сомнения там в принципе ничего сложного по содержанию я не увидел даже такой импульсер на аквариуме и в принципе хватает единственно неудобно его чистить постоянно да это так фигня даже не вращать внимание просто временные можно иметь ввиду сделать больших бутылок каких-нибудь пятилитровок там типа клетку временную чтобы не бегать покупать у нас просто что-то не видел таких специальных клеток для них один при попугаев только на рынке а так вот там наверно мелкие такие решетки потому что на все прогрызет она пытается надо вот эти прогрызть вещи не сильно так вот у меня когда-то мы дикого суслика друга который был то который меня укусил вот он все грыз вообще мог всего так разгрызть и вывести а это нет и спокойно и вполне себе нормально пока там еда как я понимаю ну и принципе крик в кошки нормально относятся они даже не трогает ее видать питон не хотел есть и кошки почему-то не хотят ее есть странно можно заразная какая шучу конечно нет просто такое бывает иногда они даже не убивают а поиграться только могут с ними когда сытые общем такие дела ладно с вами был макс пауэр подписано в канал там есть полист кошки то всякая животина у меня будет и вот типа таких вот зверьков тоже потом как подрастет еще видео сниму и расскажу чё как у них происходит ладно всем пока чё